Следующая ситуация часто случается с моим мужем Конечно, со мной тоже, но как всем нам известно Мы всегда видим соринку у другого и свое бревно не замечаем Например, ситуация, когда ты говоришь на одном из языков со своим собеседником И ты у него консультируешься как экспертом А как сказать вот это слово? А как вот это в переводе будет? Ну то есть есть какие-то вопросы, которые тебе нужно уточнить И этот человек не может вспомнить этого слова на родном Ему в языке И ты тут такой, блин, а ты вообще говоришь на этом языке? Такое часто случается, когда я у Чамару спрашиваю какое-то слово на испанском Потому что мы дома общаемся на испанском И он, я его спрашиваю на английском просто, потому что я не знаю этого слова на испанском Поэтому хочу знать И он такой, блин, что-то я не помню И в общем, знаете, это в принципе не то, что человек не знает этого слова А идет здесь принцип, помните, когда у тебя вертится, вертится слово, да? Но ты его не можешь вспомнить и воспроизвести Следующая ситуация имеет место быть, когда ты находишься в компании многоязычной И где ты слышишь огромное количество языков Тут компания по-русски, здесь по-испански, там по-английски разговаривают И когда это все крутится-крутится и ты переключаешься на разные языки Там в течение, там, нескольких часов То потом твой механизм переключения может забарахлить И ты можешь обратиться к человеку на языке, на котором он не разговаривает У меня такое часто случается, когда приезжает к нам семья моего мужа Я говорю с детьми на русском, с ними на испанском Есть часть семьи, которая говорит только на английском И тут я начинаю говорить какую-то шикарную речь На русском языке своей семье моего мужа И они такие, оба, ты что-то не то говоришь Но как бы самое главное, что тебя никто не останавливает в этот момент Как бы все очень вешливо ждут, когда ты поймешь, что что-то там сказала Но, как правило, это что-то короткое Потому что твое понимание и, как бы, твоя речь Ты слышишь себя и такой О, блин, извините Раз переключился и пошли дальше Следующая очень неловкая, на мой взгляд, ситуация Когда ты приезжаешь в свою родную, например, страну И ты там отсутствовал какое-то энное количество времени Допустим, год тебя не было, а то и больше, два-три И ты, в общем, со своими модными какими-то такими сленговыми словечками Пытаешься со своими же друзьями Или, возможно, там, с кем-то, кто помоложе Это еще страшнее Как-то разговаривать и ворачивать свои привычные сленговые слова Но ты потом понимаешь, что это ставит многих в неловкое положение Потому что так уже никто не использует Особенно я себя чувствую какой-то отсталой и уже старенькой бабушкой И это происходит просто потому, что ты не живешь в языке Безусловно, язык это такая вещь, которая постоянно развивается Не стоит на месте, поэтому когда ты отсутствуешь и выпадаешь из языка Из живого, да, вот этого организма То, безусловно, появляется что-то новое Ты это упускаешь Но когда я приезжаю раз в год в Россию Я обязательно это пытаюсь наверстать Но приятная ситуация заключается в том, что благодаря интернету, ютубу и инстаграму Все же ты пытаешься сохранить и поддерживать какие-то новые слова Хотя, да, иногда я пользуюсь гуглом, грешна, чтобы понять, о чем говорят Точнее, что значит то или иное слово Но мне помогает еще то, что я говорю на английском И многие вещи на сегодняшний день в русском, допустим, сленге Это просто перековерканные русские слова Но я не всегда Вот, допустим, слово «трушный» я, ну, блин, я до сих пор, во-первых, его не использую Я слышу, что очень много кто его использует Это прям такое активное слово в русском вокабуляре на сегодняшний день в социальных сетях И я никогда вообще не могла додуматься, что слово «трушный» и «тру» как бы английское Это что-то между собой, там, ну, какая-то есть связь Следующая ситуация моя, ну, скажем, не самая любимая, не знаю почему Когда люди, допустим, узнают, что ты русская Они не говорят на русском языке Но дабы как-то потешить себя и, возможно, пофлиртовать с тобой Часто это делают мужчины Они начинают кидать в тебя русскими словами И какие-то слова, вот знаете, просто выборочные Это вот по типу, как «комеди-клаб» Может быть, вы там видели такая маленькая зарисовка Когда они говорят на английских словах Но это все слова какие-то вот просто выборочные И как будто бы ты говоришь по-английски Вот то же самое происходит на русском Когда тебе начинают как-то выборочно кидать в тебя русскими словами Типа, ну, вот, посмотри, как я там знаю что-то, да Ну, это всегда так неловко, потому что, ну, человек, конечно, для него это просто считание каких-то звуков А для тебя неловкая ситуация заключается в том, что, ну, как бы, круто, чувак, ты молодец И как бы, что дальше? Я понимаю, что многие американцы думают, что ты знаешь всех русских Есть такое ощущение, потому что они знают этого человека Соответственно, им кажется, что он тоже русский, наверное, их тут не так много живет Но нет, нас живет в США здесь очень много Следующая ситуация, мне кажется, мне очень помогает в семейной жизни Та ситуация, когда нам хочется что-то поспорить с мужем Или какая-то вот у нас горячая ситуация То в этот момент первая фаза накала, когда я с испанского, мы говорим все время на испанском Я когда я с испанского перехожу на английский язык Тут я сразу чувствую, что я такая раз дистанцировалась, да, с мужем То есть он понял, что как бы еще не лечу, но уже на взлетной полосе И потом, когда уже вообще, вообще что-то выбешивает То я просто начинаю как бы на русском что-то говорить Такие ситуации случаются очень редко просто Потому что мы с мужем реально, ну, не ругаемся Потому что, как правило, вот эта разгоночная полоса Она уже мне дает понять, что, в общем, это ни к чему хорошему не придет И мы просто начинаем друг друга ржать, как мы накаляемся Следующая ситуация имела место быть долгое время Только когда я переехала в Соединенные Штаты Или когда я только начала летать, да, периодически То есть люди поняли, что я говорю наверняка На английском языке достаточно свободно и хорошо И в тот момент ко мне поступало очень много обращений Чтобы люди просили помощи в английском языке И это не просто, да, там, помощь, переведи какое-нибудь слово Хотя такие тоже были, но я к таким запросам отношусь очень положительно Вот, а такие запросы, которые, типа Эй, слушай, я тут учусь, там, в медицинском Ну, я знаю, что человек, там, в медицинском учится И он мне высылает Слушай, тут одна страничка, можешь помочь перевести? Слушайте, ребят, я даже на русском, прочитав этот текст, ничего не пойму Потому что я не учусь в медицинском университете И мне это все очень далеко То на английском, тем более, когда там просто текст полон терминологии И вообще, что заставлять человека подумать, что у меня есть лишнее время, чтобы переводить его текст Ну, то есть для этого есть специальные, даже людям платят переводчики, чтобы, это целая работа Вначале я не знала даже, как отказать этому человеку вежливо, да Ну, то есть, ну, неловкая ситуация Тебя просят о помощи, конечно же, хочется помочь Но, с другой стороны, ты понимаешь, что человек просто борзеет Вот И, ну, с годами я научилась отвечать, говоря о том, что, ты знаешь, там, у меня, там, следующие жизненные обстоятельства Что у меня сейчас времени нет Ну, вот, прекрасный сервис по переводу Следующая ситуация, если ты посмотрел какой-то фильм, прочитал какую-то книгу То есть, получил какую-то свежую информацию на каком-либо языке То эта информация у тебя закрепляется в голове на этом же самом языке То есть, кодирование происходит и закрепляется в этом же, да И если тебя человек просит, допустим, я прочитал какую-то книгу на английском И мне нужно сделать какой-то, ну, такой небольшой отзыв на русском То мне это занимает гораздо больше времени Просто потому, что эта информация уже настолько, как бы, уложилась на мою полочку На, в голове, да, на одном языке То вот этот перевод, он достаточно, вы знаете, мучительный Создается впечатление, что ты, как бы, типа, даже и не владеешь языком настолько хорошо, как ты думал Но я хочу вас убедить, что это случается не потому, что вы владеете тем или иным языком плохо Просто потому, что наш мозг уже зафиксировал эту информацию на том или ином языке Следующая ситуация, как правило, случается с незнакомыми людьми Когда люди, услышав твой акцент, они понимают, что, скорее всего, это восточноевропейский какой-то акцент И они начинают предполагать, откуда ты, не спросив тебя, допустим Часто в Нью-Йорке, так как большая популяция поляков живет в Нью-Йорке Люди думают, что ты из Польши И они, короче говоря, начинают с тобой разговаривать по-польски Ну, как бы, они еще не выяснили, откуда ты Но просто, судя по акценту, начинают с тобой разговаривать Ты, как бы, такой, хм, да, привет Ну, то есть, я уже эти ситуации знаю И уже, ну, как бы, мило просто улыбаешься, но неловкая ситуация Поэтому лучше всегда, если вы не уверены, откуда человек, просто спросите его И, наверное, последняя ситуация, которую мне хотелось бы с вами поделиться Это, когда ты разговариваешь на нескольких языках Тебе уживается такое ощущение несколько личностей В моем случае я говорю на трех языках ежедневно Поэтому три личности уживаются во мне Что касается английского, я точно знаю, что я очень вежливая Ну, я не знаю, наверное, потому что грамматика и вообще построение предложения на английском Заставляют тебя быть более вежливым именно в формах высказывания Именно к дистанцированию с людьми И вот это вот такая вот компетентность другим Вы знаете, такое вот на вытянутой руке Это вот английский Когда я говорю на испанском языке, я прям чувствую, как я Не то, что меняюсь, но вот какое-то самое ощущение Меняется внутри И я сразу, мне кажется, становлюсь более какой-то ласковой, что ли Какой-то более нежной В плане того, что, наверное, мы разговариваем дома Это такой домашний, да, для меня язык испанский И в испанском есть огромное количество уменьшительно ласкательных языков И слов И я просто использую этот язык для родных, да, дома На русском языке я чувствую, что я гораздо более глубокая личность То есть я могу, безусловно, поддержать любую тему разговора, да Которая соприкасается так или иначе с моими интересами Я чувствую, что я могу подобрать, возможно, как-то слова более глубокие, да Чтобы человек понял, что я именно имею в виду и кто такая я То есть вся вот эта глубина, душевность, она присуща именно на русском языке Поэтому для меня очень важно, чтобы мои дети говорили на русском языке Просто потому, что если они не будут говорить на русском языке Они не смогут понять мою сущность, мою душу, вообще меня Спасибо огромное всем за просмотр этого видео Если я что-то упустила, если есть какие-то другие моменты, которые случались с вами Какие-то ситуации, пожалуйста, оставьте комментарий внизу Мне будет очень-очень интересно почитать И да, огромное спасибо, и мы увидимся с вами в следующих видео Пока-пока